Эндрю Витальевич, Ваше отношение к Ходорковскому и его политической деятельности. Эндрей, вы знаете, я очень люблю всё проверять на себе. Вот Навального я тоже проверял. Я в своё время обратился к Волкову, предложил начать какое-то сотрудничество. Очень быстро понял, что им никакого сотрудничества не надо. Ну и всё про него понял, сопоставив какие-то данные. В своё время я обратился к Ходорковскому с предложением политического сотрудничества, ну, координации, что ли, создания общих проектов. Он отказался. Он сказал, что он будет работать с молодёжью. Я старый. Это правда. Это было лет 10 назад, но я уже был старый. Там 60 с лишним лет. Мне не нравится то, что он делает. Эти его проекты с молодёжью из Единой России, которые он финансирует, фактически приспособленцев помогают им адаптироваться вот в этой их приспособленческой среде. В своё время я ему предложил поучаствовать в проекте. Мы делали такой проект «Региональный информационный центр». Он только частично. Политический. Речь шла о том, чтобы создавать информационные центры, оборудованные хорошо для того, чтобы получать информацию, что там происходит. Потому что местная власть очень не заинтересована, чтобы протекала информация об их, в общем, каких-то преступных действиях. Мы создали несколько таких центров. Это довольно дорогая история. Там надо помещение оплачивать, технику, компьютеры, связь, интернет. Он отказался? Не знаю почему. В своё время, если вы знаете, была такая инициатива ещё при, во времена Ельцина, предприниматели, он, Ходорковский, Гусинский, многие другие, вот в момент противостояния с Верховным Советом. Кстати говоря, и в конце уже этого периода Ельцинского тоже они настаивали на схемах сотрудничества разных политических сил, коммунистов, коммунистов, ЛДПР. А за этим скрывалось желание, конечно, вот эту власть демократическую чуть-чуть подвинуть, чуть-чуть ослабить. А Михаил Борисович был инициатором. Я отношусь к нему с огромным уважением, потому что он, выбирая свой путь, так сказать, он мог смириться, уехать, но он решил бороться. Десять лет в тюрьме, это не слабенько, не каждый выдержит, многие качают жизнь самоубийством там. То есть в нём есть основа, стержень. Вот, стержень для борьбы, но нету хорошо выраженной цели. В своё время мы, когда я создавал партию экономической свободы, это в начале 92-го года, я собрал крупных предпринимателей, Миша там был, Михаил Борисович был, и Володя Гусинский, и там Зеленский, ну много кто были. Вот, я сказал, вот я готов создавать партию предпринимателей, там, будете помогать? Да, да, давай, Володя Гусинский сказал, только ты уж тогда бизнес оставь. Да, пожалуйста, сказал я, оставил бизнес. Это была одна из причин, кстати, того, что я и биржу отдал, и всё остальное, и банки. Вот, но они мне не помогали. И Михаил Борисович. Вот эта идея насчёт того, что он, я слышал это, что он создавал парламентаризм, поэтому он помогал коммунистам, ЛДПР, это не совсем так, это не совсем правда. В своё время Слава Сырков, Лёня Невдлин, они были такими лоббистами в Госдуме, я их встречал, вот с Лёней я говорил в своё время, там, что же вы, говорю, не помогаете-то, совсем партии предпринимателей, там, мне, там, столько проектов. Лёня, он циничный, Михаил Борисович, он говорил, так мы лоббизмом занимаем, при чём здесь ты, у тебя тут, там, три человека, ты нам помочь не можешь, а коммунисты могут. Вот, это хорошее дело, лоббизм, правильно, и я это поддерживал тоже. Вот, но это такая, всё-таки, очень узкая задача. Слава Сырков, кстати говоря, в то время занимался именно этим, лоббизмом, подкупом. Вот, но я большим уважением отношусь к Михаилу Борисовичу, несмотря на критическое к нему отношение. Продолжение следует...